хорошо у нас сегодня недельная глава шмот или в синодальном тексте она называется исход а вообще шмот это имена имена и как раз вокруг этого текста мы сегодня с вами и побеседуем ну понятно что беседовать вокруг текста тут очень много в этом тексте как и в каждом отрывке недельной главы туры мы встречаем очень много всего иногда даже гораздо больше чем можно охватить за неделю за две или за три очень много и но это нормально мы не должны за это сильно переживать просто мы должны брать тот кусочек который мы можем ухватить да как надо есть буйвола слон не кошерный до буйвола как надо есть буйвола буйвола едят по кусочкам поэтому если мы хотим охватить и усвоить что-то большое надо разделить это большое на удобоваримые части и есть кусочками можно съесть так и быка и стадо быков при желании да по кусочкам по мере того как ты успеваешь переваривать мы сегодня небольшой кусочек в целом недельная глава шмот она содержит с одной стороны она такая если мы саму главу не всю книгу а саму главу то мы видим что глава с одной стороны она содержит состояние такого проблемы да то есть когда мы начитаем текст как текст на нас воздействует знаете когда мы читаем текст мы должны понимать что текст за не просто информация текст воздействует на нас как-то и вот мы когда читаем текст что происходит с нами первое что начинает нагнетаться атмосфера вот имена сынов спустились митраим и начинается дальше а потом царь поднялся который не знал хотя вроде бы сыны израиля воскишели да стало их много в митраиме в похвалу еврейских женщин сказано на дальше начинает нагнетаться порох хочет убить начинает порабощать так далее так далее так далее то есть создается атмосфера в конечном счете в конце первой главы мы уже смотрим что живьем детей бросают в реки которые рождаются то есть все все противится тому чтобы евреев стало много чтобы они размножали чтобы они жили нормально их порабощают и собственно дальше у нас рождается машина начинает брежать какая-то надежда до в этой недельной главе появилась надежда засветилась надежда появился некто маши и вот этот машей берет на себя такую лидерскую функцию сейчас наведем порядок египтянина убил казалось бы образование положение до позволяют вроде бы как идея рождается народный вождь который может возглавить восстание против рабства чем это заканчивается опять же этот вождь столкнувшись с тем что его возлюбленные братья евреи не столько даже хотят помочь сколько готовы донести на него за египтянина говорят не хочешь ли ты убить меня как убил говорит того египтянина разочаровывается и убегает опять вроде бы блеснул вроде бы искра блеснула искра такого света знаете и опять она тухнет а потом начинается история возрастания того самого машей и собственно вот этот машей уже который вроде бы был разочарован своем народе он опять открывается для того чтобы с ним начинает говорить творец является ему на горе на горе харив она же синай в пламени горящего тернового куста или дословно в в кусте в сердце огня то есть является разговаривает с ним и начинается тут машей уже отпирается 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 и заканчивается все это тем что просто машей соглашается все идет готов то есть все его аргументы не это его наделяют знамениями чудесами то есть все его возражения по поводу есть много лучше меня вся его скромность преодолевается творцом и наделяется силой говорит что через это то что ты немощен как раз тем более прославится творец потому что тебе не надо быть способным тебе достаточно быть скромным и делать то что я тебе скажу и после этого машей соглашается идет и прямо под конец недельной главы еще чуть не умер потому что творец хотел его умертвить вот такие у нас знаете события такие перепады настроения дойдут ну если коротко и понятно что со всего этого надо что-то взять одно маленькое и о чем-то поговорить я хочу такой кусочек начать с конца второй главы маше у нас уже к этому моменту уже в медиане с 23 стиха спустя долгое время умер царь египетский и стинали цены израилевы от работы и вопияли его пыли от работы вошел господу и услышал бог стинание их и вспомнил бог завет свой с авраамом и скаком и яковом и увидел бог сын сынов израилевых и призрел бог это синодальный текст нам передает такой вариант интерпретации и сразу же когда я читаю этот текст у меня сразу возникает целый ряд вопросов правда особенно услышал бог и вспомнил бог а шо до этого не слышал а шо до этого забыл и мы тут сталкиваемся с антропоморфизмом что такое антропоморфизм текст торы мудрецы так говорят тора говорит как на языке людей то есть когда творец обращается к нам через текстуру он обращается особенно говоря себе таким языком чтобы нам было понятно поэтому мы встречаем много текстов торе где бог наклоняет ухо вспоминает раскаивается и так далее то есть это что-то нам должно сказать о боге немножечко дополнить нашу картину богопознания потому что наша картина богопознания прямо скажем она довольно скудная и она скудная останется в принципе всю нашу жизнь на это надо настроиться что наша картина богопознания идеальной никогда не будет павел говорит я вижу как сквозь тусклое стекло послание галатам говорит ныне же познав бога а потом поправляется или лучше говорит сказать получив познание от бога потому что фраза познал бога она очень громко звучит через чур для человека вы понимаете чересчур тумач слишком много познал бога получил познание от бога так говорит лучше сказать будет так правильное будет и вот мы пытаемся немножечко что-то узнать о боге из всего того что происходит потому что как раз самая главная вещь мы должны что-то понять о творце для чего творец нам дает все во первых он нас регламентирует наши нормы поведения здесь во-вторых он нам хочет сам открыться он хочет проговорить что-то к нашему сердцу правда ведь это самое главное хочет достучаться до нас не до кого-то и вот мы что-то читаем стена лицы на израиль его от работы вопияли почему собственно после того как умер фараон опять они начинают стенать от работы ну мудрецы это связывают с такой очень простой вещью что если неправедные законы изданы при жизни одного поколения до царей и эти цари одумаются и отменят это законы то есть шанс что в следующих поколениях это не будет но когда приходит новое правительство они справедливые старые законы не отменились результат этого будет эти значит эти законы узаконятся на долгие поколения в этой стране мы можем смотреть как целых странах узаконены отвратительнейшие вещи почему потому что кто-то принял реформу и потом умер следующее поколение но обычно не занимается особо ревизией уже ревизия законов это долгий сложный процесс и она уже идет дальше как по накатанной никто не задумывается уже о том справедливо это не справедливо потому что это приняли когда до нас и все мы так жили до нас поэтому будем сейчас жить и так дальше и поэтому когда сыны израилью поняли что пару умер один пришел новый пару а все эти законы о рабстве которые были остались силе то они поняли что они стали рабами навеки стали вечными рабами теперь потому что теперь уже ничего не поменяется единственное избавление это от бога и они начинают вопиять господу и вошел в опылих к богу и услышал бог и вспомнил бог что мы должны узнать о боге из этого услышал бог и вспомнил бог прежде всего надо понять что когда мы хотим чтобы бог как-то отреагировал вот такие фразы услышал бог вспомнил бог это означает что божественное вмешательство правда ситуацию что это значит это не значит что он забыл но можно сказать что до какого-то момента творец не занимается израилем сверхъестественным образом он просто дает вещам развиваться естественным образом правда как развиваются все вещи то есть весь мир и он развивается по определенным законам как установил творец и вот есть естественный ход вещей и согласно естественного хода вещей его народ оказывается рабами причем порабощенными напрочь. И тут есть одна важная мысль. Мы кое-что должны из этого сразу же взять для себя. Что согласно естественному ходу вещей, праведные люди всегда будут порабощены и подавлены светским правительством. Государственной системой, системой этого мира. Праведные люди всегда останутся на обочине и будут подавлены согласно естественному ходу вещей. Согласно естественному ходу вещей, человек не вылазит наверх при нечестивой верхушке. Вы понимаете, наоборот. Как один брат по этому поводу рассказывал, говорит, я был верующий, не был верующий, а, говорит, был мастером участка. Я стал верующий из-за того, что я честный и добрый. Меня сперва подвинули до бригадира, потом, говорит, с бригадира подвинули до этого самого слесаря обычного, там, кабельщика. И, говорит, а в конечном счете и бригада меня сдвинула вниз так, что я, говорит, работал больше всех, будучи уже в пожилом возрасте. Согласно естественному ходу вещей, его сдвигали ниже и ниже и ниже. Так бывает в нашей жизни. Естественный ход вещей, потому что мир хитрый, и сыны века сего, они догадливые, сынов света в своем роде. И часто так получается, что те люди, которые стараются жить честно, согласно естественному ходу вещей, их начинает сдавливать на обочину жизни те люди, которые хитрые, изворотливые, обманывают, лукавые, которые не гнушаются пользоваться нечестными приемами, они их выдавливают. Но, но, во всем этом есть одно большое но. Если нас выдавливают, то что происходит? Мы начинаем разговаривать с нашим папой. Говорим, папа, нам плохо. Нам что-то совсем нехорошо, даже очень. И Господь слышит. И тогда начинается вот эта ситуация, когда Бог услышал и вспомнил. Что это значит, Бог услышал и вспомнил? Это значит, что Он начинает вмешиваться, и вопреки естественному ходу вещей, Он начинает наводить справедливость. Вы понимаете о чем? Справедливость. Для того, чтобы избавить свой народ. И когда мы понимаем, что наше избавление, и наше благополучие, и наше процветание, и наше устройство естественным ходом вещей невозможно, а возможно только благодаря вмешательству свыше, то тогда мы должны понять, что, как в той песне поется, на кого же нам еще уповать? Как не на папочку родного, да? На кого нам еще надеяться? Единственная наша надежда, единственный источник нашей силы, единственный источник нашего благополучия, обеспечения, процветания всего, это Всевышний. Естественным порядком нас сдвинут на обочину жизни. Естественным порядком нас оттеснят и будут теснить. Потому что, когда против тебя можно применять нечестные методы, а ты все равно должен оставаться честным, тебя будут задвигать дальше и дальше, и дальше, пока не вмешается тот судья вечный, который судит за справедливостью, следит на земле. И поэтому, чему нас должно это научить? Этот текст говорит что-то к нам, потому что, когда мы читаем, то, что у них было, это понятно, мы можем разбираться, в каких подробностях это было у них, что с ними происходило. Нам надо понять, что этот текст говорит сегодня кому? Мне, он меня чему-то учит, правда? Для моей сегодняшней жизни. А сегодня я тоже в Митсраиме, я тоже воскишел, да? И все, у меня дети, у меня все, мне надо как-то развиваться. И единственная надежда, единственный источник, который, да, может восполнить, который, да, может помочь, который, да, может сохранить и провести, это Творец, благословен Он. С момента, как человек рождается, Творец обеспечивает для него, я вот часто разговариваю с братьями, и практически все испытывают в той или иной мере переживания и тревоги относительно своего финансового благополучия в будущем. Ну, наверное, нету таких братьев, которые в той или иной мере эти тревоги не испытывают. С кем разговариваю, все переживают. А все ли будет хорошо? А вот нету своего жилья, а вот нету того, а вот нету этого. А как? А как устроить? Где наш источник обеспечения? Всевышний. Что это значит? Это значит, с того момента, когда ты родился, и до того момента, когда ты умрешь, тебе обеспечено свыше пропитание. Прокормишься, и ничего с тобой не будет. Сохрани тебя, если ты своими грехами и преступлениями не навлечешь на себя жизнь проголодь или голодную смерть, то будет тебе пропитание до конца твоей жизни от Творца Всевышнего. Поэтому Иешуа говорит, что не заботьтесь, но говорит, ищите царство и правды. Это самая главная задача каждого человека. Мы должны смотреть всегда, поднимать свои взоры вверх, потому что когда мы смотрим вниз и начинаем просчитывать, читать, получается одно неустройство. Должны ли мы делать? Да, должны делать. Должны ли мы трудолюбивыми быть? Должны быть трудолюбивыми. Должны ли мы быть мудрыми? Должны быть мудрыми. Но при всем этом, если трудолюбие, мудрость и другие вещи начинают вытеснять из нашей жизни упование на Творца, придем мы в угол земли и на обочину жизни. Для того, чтобы понять, что не на кого нам уповать, кроме как на Отца нашего Небесного. А когда мы уповаем на Него, Он есть Тот, Который восполняет и сохраняет все. Говорит, вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исхаком, Яковом. Еще одна мысль, которую мы должны сегодня из этого выудить и выучить, что то, что Господь заботится о тебе, это не потому, что ты хороший. Вы понимаете эту мысль? Бог не вспомнил об Израиле, потому что они были праведны. Вообще говорят, Израиль в Египте опустился на 49 уровней нечистоты. Три вещи сохранили. Кто знает, какие три вещи сохранили? Имена. Да, имена еще. Одежду. Кости. Ну, Кости тоже, да. Не, ну именно из еврейской идентичности. Имена, одежду. Что еще? Обрезание. Все. Больше ничего не сохранили. То есть, грубо говоря, Израиль скатился. Ни шабатов, вообще все ушло у них. У них не было ничего. Они опустились на такое духовное дно, что, можно сказать, почти обмещали. Три вещи сохранили только. Ничем не отличались от прочих египтян, кроме нескольких вещей. В заслугу их это было сделано, израильтян? Нет, не в их заслугу. Не говорится, что Бог призрел на Израиле, посмотрел. Вот они верны мне. За это я их благословлю. Громко, да? Хорошо. За это я их благословлю. Что говорит Господь? Господь вспомнил завет свой с Авраамом, Исхаком, Яковом. Ради отцов. Ради заслуг праведников. Мы сегодня можем уже в этом поколении сказать, ради имени и страданий Ишуа Мессии Господь помнит о нас. Не потому, что мы самые лучшие. Посмотрите на себя, честно. Мы что, самые хорошие? Вот честно. Кто тут совсем хороший? Есть хоть один? Нету совсем хороших, да? Слава Богу, хоть скромные, да? И честные. Как подходит, да, один еврей к Ребе. Ребе говорит, я, говорит, грешный человек. Я, говорит, позавчера воровал, а вчера напился на ворованные деньги. Ребе смотрит на него, Господь, благодарю тебя за то, что в этом сыне Авраама сохранилась честность по отношению к самому себе. Понимаете? Иногда хорошо, когда есть тебе хоть чуть-чуть честности, что ты можешь увидеть, посмотреть на себя и сказать, кто ты есть. И ты понимаешь, что да, твои заслуги это не заслуги. А что заслуги? Заслуги отцов имя Иешуа. Вот те вещи, на которые мы уповаем. Потому что мы, говорит, верующие, что? Всеми Авраама и увидел Бог и презрел Бог. И дальше мы видим, что является Маше, ангел, Господень из среды горящего куста. И куст очень необычный. Прямо на горе горит куст и что он? И сгорает. Просто горит и не сгорает. И знаете, сама эта идея куст горит и не сгорает в этом очень много. Потому что где находится этот куст еще раз? На горе Синай. Эта гора чуть позже, когда туда придет весь Израиль, тоже будет гореть. Вся уже объяда пламени будет. И там будет открываться Господь и там будет даровано Тора. В принципе, это все сбудется согласно обещанного всесильным Маше, как он говорит ему дальше в 12 стихе 3 главы. И сказал Бог, я буду с тобой и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, в синтаральном тексте написано, совершите служение Богу на этой горе. Дословно, один из вариантов прочтения или толкования этого текста, значит, вы станете слугами Бога на этой горе. Вы будете служить согласно тому завету, который будет заключен на этой горе. Согласно тех слов, которые вы услышите от всесильного на этой горе. И куст горит и не сгорает. Почему? Потому что огонь необычный. Огонь божественный. Вы знаете, мы в жизни сталкиваемся с разными степенями выгорания. Вы понимаете, о чем я? Мы устаем и становимся пустые. Порой наш энтузиазм заканчивается. Порой наше желание служить Богу тухнет. Нам ничего не хочется. Нет никакого желания молиться. Нет интереса читать Писание. Разные ситуации бывают с людьми и вроде бы казалось ты совсем потух, но на самом деле все не так просто. Все зависит от того, чем был инициирован, чем был зажжен твой внутренний огонь. Что было двигателем внутри тебя? Вы понимаете? В текстах Нового Завета говорит духом пламенейте Господу служите. Духом пламенейте Господу служите. И вот тут интересно сразу понять что источник огня, потому что в нашей жизни есть разные источники, вы понимаете? Ну почему мы можем двигаться в служении Богу? Что нас зажигает? Что нам дает какой-то энтузиазм? Что нам дает какой-то рост? Что с нами происходит внутри? Почему это нас двигает? Что нас воспламеняет? И когда мы зададим себе вот этот вопрос, очень важно понять, от какого источника горит огонь, который внутри тебя? Потому что, чтобы понять, почему ты выгорел, может быть, и почему огонь потух, может стоить задуматься, что огонь, который горел, горел не из того источника? Вы понимаете, когда с чуждым огнем пришли, то этот огонь спалил тех, кто его принес. Вышел огонь от Господа и спалил тех, кто пришел с чуждым огнем. Они выгорели. И вот тут надо понять вот эту вот вещь, что тебя двигает в служении твоему Господу. Потому что есть люди, которых двигает перспективы благополучия. Вы понимаете, о чем я говорю? Двигают перспективы благополучия. Я буду служить Богу, потому что за это Он меня благословит, даст мне процветание, будет у меня все хорошо. Скажите, пожалуйста, когда такой человек придет к той точке, где не все хорошо, где служить Богу сложно, где он окажется? На обочине жизни. Его все, он потухнет и он сдаться. Когда ученики Машеха, вы знаете, что когда приходили трудности, трудности приходили в жизнь верующих людей, то часть верующих людей оставалась честными, а огромное количество отрекалось и отказывалось от своей веры. Вы знаете, что мы в основном читаем только про тех, кто остался твердыми, да? Но в реальности те, кто оставались твердыми, были единицы. Большая часть отпадала, пугались, отрекались, отказывались. Вопрос почему? Почему у человек, когда приходит в его жизнь испытание веры, это могут быть большие или маленькие испытания, я сейчас взял крайний случай, да? Когда зависит твоя жизнь или там твою это самое. Ну вообще в жизни почему, когда приходит у человека испытание веры, он становится на развилке, что такое испытание? Это когда на тебя идет сильная, мощная, внутренняя нагрузка, и тебе надо принять решение согласно воле Божьей. Испытание это тот момент, точка в твоей жизни, когда ты испытываешь сильнейшее внутреннее давление в плане того, чтобы отступить от воли Господа. И это трудно всегда. Почему одни в испытаниях падают, а другие стоят? Почему одни тухнут, а другие горят? Вопрос в том, где и от чего горел твой огонь? Потому что по-разному люди могут гореть, вы понимаете, очень по-разному. Кого-то воспламеняет в его служении возможность сделать религиозную карьеру, у него глаза загораются, есть где реализоваться, стать кем-то из никем. И глаза горят, и все, и он двигатель у него. А потом раз, и когда долиной унижения идти, как в Сирахе написано, сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь свое сердце к чему? К унижению. Потому что золото испытывается в огне, а люди угодные Богу вгорнели унижения. И все, и когда ты видишь, что на этом нельзя возвыситься, а наоборот тебя вниз отправили. Ты думал, я над братьями буду владычествовать, Йосефа вспоминаем, да? А на выходе в яме сидишь, и тебя продали как раба, и полы моешь непонятно где, на Митсраим. Пока там на тебя призрели, тебя хоть каким-то поставили бригадиром. В жизни по-разному бывает, вы понимаете? Испытание это нормальная часть жизни верующего человека. Нормальная часть. Только в испытаниях люди по-разному реагируют. Если человек проходит испытание, то испытание для него становится благословением. Благословением. Но только тогда, когда он его проходит. А испытание как раз и цель испытания выявить, что внутри тебя, от чего ты двигаешься, что тебя вдохновляет и что тебя влечет. Какой огонь горит в твоем сердце? Потому что если он Божий, он горит и не сгорает. Тебе не трудно, тебе не проблема, потому что ты ставишь иногда очень хорошо для того, чтобы испытать себя. Я расскажу одну историю такую, просто для примера того, как иногда надо радикально поставить вопрос для того, чтобы понять, кто ты вообще есть. Я ее как-то рассказывал уже одна сестричка. Все так, она ревнозна, горячо служит Господу. Все там у ней хорошо. Она такая горячая и искренняя и периодически так унывает. Она пришла к Богу уже с ребенком. То есть у нее как бы сказать, и она без мужа. И ей сложно психологически все. И в какой-то момент я так заметил, она была получается частью той молодежи, я был как раз лидером молодежного служения. Я ей задаю вопрос. Она пришла ко мне со всеми этими переживаниями, вот что-то это. Я говорю, скажи, пожалуйста, ответь мне на простой вопрос. Зачем ты Богу служишь? Вот откуда? Вот этот весь энтузиазм, весь твой двигатель, какая причина этого? Ну я говорю, я верю так, что если я буду служить Богу, то Бог меня благословит и устроит мою судьбу? Я говорю, отлично. А вот теперь говорю, самый главный вопрос, на который ты себе должна ответить. А если Бог тебя не благословит мужем, ты будешь ему дальше служить или нет? Если не благословит. И она зависла от такого вопроса. Ну знаете, сложно ответить. То есть она даже не ставила перед собой вопрос таким ребром. А иногда в своей жизни надо поставить себе вопрос именно ребром. Потому что у нас есть ожидание, у нас есть упование, нас есть какие-то надежды. Но если поставить вопрос, а если все мои надежды, на которые я надеюсь, не сбудутся, буду ли я служить Богу? Вы понимаете, что Моше служил Богу много лет и так и не увидел земле обетованной. Если все твои надежды не сбудутся, будешь ли ты служить, или ты похоронишь саму идею служения Творцу и пойдешь гулять по своим желаниям. Вот это самый центральный вопрос, чтобы понять, что тобой движет в служении Творцу. Вы понимаете? что движет твоими молитвами, что движет твоим желанием учиться, что движет твоим желанием соблюдать Божьи заповеди, что движет твоей верой, откуда источник? Поставить вопрос ребром иногда, сам себе. Никто тебе его не поставит, потому что никто даже перед тобой, вне тебя, не сможет тебе честно задать этот вопрос, потому что он не видит, между чем и чем ты выбираешь, вы понимаете? и какая твоя внутренняя надежда? И я не говорю, что Господь о нас не позаботится, он безусловно всегда заботится о своем народе. Просто для того, чтобы поймать вот этот источник своей веры, понимаете, откуда поджигается твой двигатель? Честный вопрос очень может помочь. Потому что честность это залог серьезной глубокой работы над собой. Честность, быть просто честным. Просто быть честным. Помните, когда Варнава пришел в антиохийскую общину, он им там много наставлений не давал, хотя бы левит, знаете, сказать ему было, что много. Но он понимал, что надо говорить сейчас мало, но смачно. И он сказал, держаться Господа как искренним сердцем. Вот эта искренность, честность это очень важное качество. Маше был честен, мы две главы читаем, что Маше честен. Он открыто говорит Господу о том, что не. Большинство людей, которыми предложили, будешь ли выводить народ из Мицраима? есть вау! Наконец-то Господь ты заметил какой я классный, да? Супер вообще просто, да? Ты знаешь, я старался, вот ты увидел, да? Да, я хочу быть большим великим лидером, да? Да, я хочу чудеса и знамения, да, я хочу. Маше говорит, нет, я не хочу. Я вообще понимаю, что если я где-то ошибусь, я все поколение пущу под откос. Все поколение. Я навлеку на свой народ такие несчастливые беды, которые нельзя посчитать и перемирить. Я говорю, я понимаю, что я вообще не годен для этой работы. Найди какого-то другого вообще человека, что мало людей на земле. Я ничем не отличаюсь от других. Обычно. Я не хочу, у меня нет желания, меня не движут амбицизм. Мне здесь хорошо пасти этих овец. Все хорошо, жена, честь более-менее адекватный. Что еще надо человеку для полного счастья? Все хорошо. И он отказывается, он отказывается. Я не могу, я недостойный, они мне не поверят. А я косноязычен. Много-много-много вариантов. Поэтому, когда мы говорим об огне, который горит и не сгорает, в первую очередь надо понять, откуда поджегся наш огонь. Что нас воспламеняет. Кого-то воспламеняет желание дебатировать. Знаете, есть такое состояние, о котором пишет тоже наш доблестный Рав Шаули Старса. Говорит, человек заражен страстью к состязаниям и словопрением. То есть его двигатель постоянно спорит. Вот это его драйвит. Вот кому-то подоказывать, кого-то поопровергать, что-то поломать. Во, вот это вот его. У каждого свой, вы понимаете, у каждого есть свой какой-то огонек, который пытается смешаться с огнем Божьим, с огнем служения Творцу. С настоящим огнем служения Творцу. Который пытается его вытеснить и заменить, стать мотивацией. А чистая мотивация в любви к Богу и в любви к людям. На этом утверждается все Тора. Именно поэтому, что огонь, который горит и не сгорает, он горит где? Он горит на Божьей горе, на Хариве. Это же связано все с заповедями, правда? Потому что все заповеди стоят на чем? На двух заповедях. Вся Тора утверждается на двух основных вещах. Любовь к Богу и любовь к людям. Потерял две эти вещи, у тебя больше ничего нет. Если тобой движет любовь к Богу и любовь к людям, тогда да, куда тебя не поведи, где тебя не поставь, какие задачи перед тобой не будут даны Всевышним, все будет хорошо. Будешь гореть и не сгоришь. Всю жизнь будешь пролить, потому что, когда кто-то принимает, мы должны понять, когда кто-то принимает, когда материя, когда живой человек, когда что угодно, когда оно принимает божественный огонь, понимаете, внутрь себя. Брат сегодня говорил о рождении свыше. Божественный огонь. То божественный огонь, он тебя не разрушит. Вы понимаете о чем? Божественный огонь не разрушает тебя. Он тебя не делает, и тебя пустым. Божественный огонь, он не превратит твою внутренность в пепелище через 10 лет. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что он от Бога, он не разрушающий. Он запитывается не от того, что сжигает тебя, а от того, что запитывается свыше. Понимаете? Не ты топлива для этого огня, хотя ты делаешь, что нужно для его поддержания, но ты не становишься топливом огня. А если огонь изнутри от амбиции, от страстей, от желаний, то в этом огне топливом будешь именно ты. И в конечном счете останутся одни угли. Вот об этом надо подумать. Это хорошая вещь. Брат сегодня задал Леонид просто шикарную тему для обсуждения. Честными быть самим собой и понимать вот эту работу, которая происходит. Да, что произошло с нами, чего мы пришли. Потому что разные люди по-разному приходят, правда? Если мы пришли служить Господу, то служим Господу, правда? Что еще требуется от нас? Мудрый, кое-лет, о котором сегодня тоже упоминали, подводя итоги всей своей жизни, мудрейший из людей, сказал простую вещь. Говорит, составлять много книг конца не будет. Много читать утомительно для тела. Выслушаем суть всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. И вот тут мы должны понять еще одну вещь. Что единственная причина, почему Творец даже выводит Израиль. Вы понимаете? Не потому, что Он хочет им сделать хорошо. Вы понимаете? Сказать, что тому поколению, которое вышло из Египта, стало хорошо. Да им в Египте было лучше, правда. Там хоть был лук и чеснок, вы понимаете? Он их вывел не потому, чтобы было все хорошо. У него причина была. Вы станете слугами Бога на этой горе. Вот причина, для чего выводится. Вот причина, для чего Творец вмешивается в естественный ход вещей и не дает превратиться этому кочевому племени, произошедшему от Авраама, просто в рабов Мицраима. У него есть причина. Он хочет сделать из них народ во имя свое, который будет служить ему. Амин. Служить ему это цель. Ихнее благополучие и другие вещи, о которых он им говорит, это вторичные цели вообще абсолютно. Они его мало волнуют. То поколение вообще блага не увидело. Он не заботится в первую очередь о том, что все у них стало здорово и классно. Я хочу сделать их, если хотел бы он их сделать богатыми и знаменитыми только, их вообще не надо было бы везти в Мицраим. Можно было просто умертвить эпидемией хананеев и дать возможность спокойно засевать эту землю и вообще туда не ходить. Правда? Зачем спускать, зачем выводить, зачем все эти вещи? Потому что должна быть одна простая мысль. Он хочет их зажечь вот этим огнем, который сперва горит перед Моше, потом он горит перед всем Израилем. И 600 тысяч человек, мужчин, принимают на себя обязательства служить Богу. То, что сказал Господь, говорит, мы сделаем, исполним. Или там можно перейти, сделаем и поймем, да? Мы будем делать то, для чего нас ведет Господь. И не сказать, что всегда в Эре Цесраэль было все классно на протяжении потом истории. Но одна вещь, которая, вокруг которой все вертелось, и вокруг которой все повествование Танаха, служат они Господу или нет? А если ты Господу служишь, то если Он не определил тебе осветить имя Своё, то будешь ты и сытый, и одетый. Всё будет. Может быть, иногда Господь дает нам всё, дорогие друзья, я понимаю наши всех переживания, и сам имею их. Иногда Господь дает нам всё не такой обильной мерой, как бы нам хотелось, правда? Ну вот хочется прям вот и того, и того, и того, и этому дать, и это помочь, это построить. А Господь тебе дает встык. Ровно столько, чтобы было есть тебе, твоим детям, твоей жене, чтобы вам жить и быть одетыми. Всё. Встык. Становится вас больше. Я по себе скажу. Жил я с женой в квартире, которую нам дали возможность снимать за квартплату. И было мне вот так вот встык, чтобы быть сверху. Лена знает. Вот так, встык сверху. Ну чуть-чуть. Заплатить за квартиру, кушать и одеться. Вот так, впритык. От месяца до месяца. Понадобилось мне снимать квартиру больше, и стало у меня больше детей. Господь расширил пределы, но по-прежнему я живу так же и так же. Встык. Понимаете? Впритык всего. Каждый месяц впритык. И все, я знаю, что даже больше Господь даст. И то же самое будет. До тех пор, пока он не решит, может быть, а может и не решит никогда. Я вообще за это, ну как бы сказать, надо не переживать. Что в какой-то момент он решит, что да, тут мера хлеба должна быть больше. Не в том смысле, что больше в количественном отношении денег, а именно в том, что должно оставаться. Но это зависит от других качеств, характера, от других причин вообще. Не от того, что ты быстро шевелишь ногами, чтобы быстрее работать. Не от этого все зависит. Понимаете? Потому что ты можешь начать шевелить быстрее ногами. И действительно доходы формально, на бумажке, если говорить с позиции бухгалтерии, вроде бы стали больше. Расходы тоже повысились. Больше сломалось, больше разбилось, больше это самое, больше непредвиденных расходов. И все равно встык. Вы понимаете? Потому что для того, чтобы не было встык, должно быть решение сверху прийти, что конкретно этому по каким-то личным его качествам и в соответствии с какими-то личными его способностями по причине того, как он относится к избытку денег в своей жизни. Понимаете? Потому что по-разному мы относимся. Кто-то устраивал его есть на 10 тысяч гривен в месяц. У него стало 30 тысяч гривен. Он стал себя чаще просто деликатесами баловать. Смысл ему умножать. Вы понимаете, что Всевышний благословение, чтобы просто кто-то, у кого-то вкусовые рецепторы лучше переливались во время приема пищи. Ради этого расширять нет смысла никакого в этом. Понимаете? В этом нет смысла. В этом нет никакой идеи. То есть, если Творец кому-то расширяет сверху и с избытком, то есть на это причина всегда. Потому что этот человек знает, что делать с избытком. И как им праведно распоряжаться с этим избытком. Потому и в книге Койлет об этом написано, что есть такое зло между людьми. Такое зло между людьми. Когда Бог дает человеку имущество и богатство и все, но не дает ему Бог власти пользоваться этим. Вы понимаете, а пользуется этим другой человек. А в другом месте написано, а если какому человеку Бог дал богатство, имущество и положение и дал ему власть пользоваться этим, то дар Божий. Я когда два эти текста сравнил, я понял, что вся разница между одним, у которого суета, и другим, у которого это дар Божий, разница только в одном слове. Один этим пользоваться умеет, вы понимаете, а другой пользоваться этим не имеет. Не умеет. Оно не приносит ему пользы. И о какой пользе идет речь? И комментируют мудрецы по этому пользу, что это польза, которую он приносит себе в грядущем мире. Если он может употреблять имущество для того, чтобы приносить себе пользу в грядущий мир, то дает ему власть Бог пользоваться этим. А если нет, то нет. И даже с большим имуществом будет грустный. Как брат сегодня прочитал этот текст, во все дни жизни своей, о том человеке сказано, ел в большом огорчении, притеснении и досаде. По принципу, если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Потому что всех боялся, чтобы никто не видел, что у него в тарелке вкусно, еще что-то. Зависти боялся, подозрений боялся, людей, которые могут обокрасть, боялся. И вот это вот страхи, это его держало все, чтобы его не обокрали, не ограбили и все. На выходе что имеет? А ничего. Жизнь прожил плохо. Кто-то рядом траву ел, зелень ел, но был радостен. И во все дни свои был радостен и благодарен Творцу. Поэтому, коротко итог того, что сказано. Огонь, надо, чтобы горел Божий, и огонь надо проверить. А Господь это тот, кто устроит и позаботится о тебе. И все. И в этом надо доверять полное доверие Творцу. Просто простое, детское, вот как папе, доверие. Если Бог мне дал жизнь, то даст Он мне в этой жизни. Что? Все нужное, чтобы мне жить. Ну правда. Творец меня не на голодную смерть привел к себе служить. Правда? Нет, не на голодную. Значит, прокормит как-то. Если птиц питает и в гнездо им не бросает, но питает, то нас как-то обеспечит. Но наша задача проверить свои мотивы. Что движет тем внутренним огнем, который внутри вас? Откуда он горит? Откуда он поджигается? Чистый это огонь? Божий ли это огонь? Или это человеческие желания просто? Страсти, которые бурлят по каким-то непонятным причинам? И может быть это хорошие желания, которые в принципе Бог не против восполнить. Просто они не должны быть основной движущей силой. А может быть это совсем плохие желания, от которых надо просто отказаться и похоронить их. Все надо проверить, все посмотреть. И для этого иногда помогает задавать себе честный, радикальный вопрос. А если это или это? То что? И при этом не лукавить. Потому что иногда в этих вопросах мы больше хвалиться хотим. Господь, да если все отрекутся от Тебя. Я нет. Так говорит. Трижды, говорит, успеешь. Петух два раза кукарекнуть не успеет. И это же не сказать, что Петр был плохим. Он наверняка лучше, чем большинство из нас здесь сидящих. Наверняка лучше был. Просто он поймал не ту волну. Гордость и похвальба даже духовными вещами. Тоже проблема. Пусть нас Господь благословит, друзья. Давайте помолимся и будем кушать. Да, Сергей сделает объявление. Прошу прощения, потом мы будем кушать. Благословен Ты, Господь и Бог наш, Владыка Вселенной, по великой милости, восполняющий все наши нужды, желающий нам блага и всякого устройства. Твое благословение, оно сопровождает нас во всем, Господь. И Ты хранишь нас Своей рукою. А потому, Господи Божие, одно желание. Пусть мотивы нашего служения Тебе, они будут чистыми. Пусть нас движет любовь всегда и во всем, Господь. К Тебе и к людям. И никогда не уклоняться, Боже, от этих чистых мотивов. А всякую нечистоту, Господь, помоги отсеять и удалите своих сердец. Пусть Твое благословение, да, хранит нас во имя Ишуа. Благословен Ты, Господь, хранящий Свой народ. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Амин.